подряд это будет если временно как бы не на как бы не часами два раза в неделю вы забирали достаточно много причем там может у них остаться с ночевкой и вот они перед сном с 8 до 9 9 не укладывать спать из 8 до 9 его кормят можно мягко преподносить вот свои знания и как бы выжимовать информацию получается то есть да свои отстаивать границы вы главное вы родили ребенка относиться к питанию я понимаю вас такие устои и это что такие рамки их ничем нельзя покребить это очень сложно даже если болеют наши родители я тоже это все прошла и мягко отстаивать свои границы пожалуйста я дала вот такие фрукты пожалуйста можно в 7 часов ну каждый раз об этом напоминать не грубо но оставить свои границы ну может рано или поздно по чуть-чуть это какой-то достойный что важно я привожу пример и вы можете рассказывать кстати родителям некоторых людей включает представляем трехлитровую банку и температуру тела какая нас температура тела вот представьте мы ложим туда первое что у нас на первое что положили что налили сверху кинули кусок мяса и картошку еще чуть-чуть салата потом вылили туда компота и что компотом булочка . иначе и вот это все булькает у нас в животике при температуре 37 градусов вы представляете что вообще происходит процесс а организм кишечник для чего нам там на всем кишечнике протяженность там очень очень много метров кишок и там маленькие такие сосочки ворсиночки которые когда пища поступила они ее переварили и забрали питательные вещества по клеткам дальше отправили питают организм если у нас процесс гниения что всасывают эти клеточки чем питается наша кровь но можно представить это ужас поэтому важно совместить правильно продукты как их совмещать самое золотое правило с салатом и овощами совмещается абсолютно все то есть если вы готовите например кашу с салатом классно если вы делаете кашу и например кусок мяса не годится углеводы белки не совместимы вместе гниют в кишечнике а у нас как привыкли да сварить кашку какой-то туда положить котлетку дефтельку кусочек мяса и вот это вот незнание неправильное питание постоянное регулярное хроническое она потом идет нас всех в аптеку и соответственно мы работаем чтобы кормить аптеку сначала неправильно кормить себя кормить аптеку вот этого всего можно избежать что нужно сделать у нас организм вообще это уникальнейшее создание это биокомпьютер который сам себя восстанавливает на протяжении всей жизни как у деток постоянно регенерируют клетки да они быстро растут у них зубки одни выпали другие выросли это все естественный процесс на протяжении всей жизни только у человека зубы в следующий раз обновляется уже в 103-107 лет но мы к сожалению не доживаем до этого возраста и точно так же каждая клетка организма три месяца правильного питания полностью все обновляется и так что мы сочетаем салат и кашу салат и мясо то есть вот эти сочетания нормальные тогда она нормально переваривается если мы едим фрукты вот правильно аленка сказала они процесс брожения вызывают если они с чем-то попали в организме если мы съели фрукты отдельно отлично фруктом перевариться 40 минут нужно то есть ребенок может съесть фрукты побегать погулять покушать кашу с салатом ну и соответственно взрослым точно так же если у вас на гарнир рыба мясо или там печень что еще мясное любое любой мясной продукт вы его совмещаете с салатом это белки животного происхождения белков животного происхождения много не должно быть потому что процесс гниения все-таки он имеет место быть мясо выводится трое суток из организма поэтому если вы допустим сегодня даете ребенку мясо рыбу там еще что то то завтра вместо этого дайте ему чечевицу фасоль или там свой вот что то такое что будет растительное происхождение а яйца яйца должны быть всмятку если вы кормите ребенка яйцами не хочу вас пугать последнего исследования ученых одно вареное яйцо наносит организму бред такой как пять скуреных сигарет жуть опять же к этому нужно прийти ко всему да то есть чтобы там отказаться от этого у меня папа говорит боже как же что ж тогда есть не то нельзя не это нельзя просто сочетает а давай будем сочетать смотрите квашеная капуста да белокочанная синий кочан морковка сельдерей да конечно свекла в салат вообще-то метелка для организма на что там чистить пекинка обязательно почему не если вы боитесь химия боитесь что она химична и смотрите пекинка и сладкий перец считается что там много химии вы просто это покупаете и вымачиваете час в воде вся химия уходит вот даже курагу проведите эксперимент купите курагу вот это мягенькая такая силиконовая я ее называю да правда замочите ее на час в воде что с ней произойдет она станет во-первых блеклая такая да да я и вода будет оранжевая вы представляете это ну и и специально там накалывают такой или же таким веществом чтобы она не была вот эта сухая как у рюкта чтобы она была такая глицериновая такая сочная чтобы хотелось кушать в идеале кстати по сухофруктам курага нужна ребенку там очень много но нужно брать вот эту сухую сморщенную некрасивую которую не угрызешь она твердая заливать ее водичкой она стоит размачиваться ребенок с удовольствием вот а из сладкого если все-таки хочется что-то оставить черный шоколад я знаю что многие мамы говорят у меня не есть черный шоколад вы заберите у него весь молочный будет кушать на ура черный шоколад у меня ребенок крово черного вообще никакого шоколада не знаю ну я даю черный шоколад то что и я слушайте иногда даю даже киндер сюрпризы покупаю а со мной я думаю зачем я это дело а он просит ну там ручка что там просто что там в количестве не надо просто контролировать количество потому что сегодня убережешь естественно мы живем в этом мире кто-то конфетой поделился конденсером но сознательно уменьшать это в рационе это будет очень вот и и что еще по совмещению продукта еду не нужно запивать у нас а хочется потому что вы не пьете много воды в течение дня просто нам же нужно вот смотрите на килограмм веса 30 миллилитров воды потому что после второго как третье или в течение когда ты ешь второе советует пить теплое теплое питье то вредно смотрите вообще вредно почему у нас в желудке вырабатывается желудочный сок его задача растворить еще существует много мнений на этот счет я сразу скажу то что есть те теории которые говорят это все бред нужно можно запивать вода там выходит там сфинктр желудочка открывается вода проходит пища остается но если даже так вода проходит пища остается но вот это вот желчь которая переваривать переваривает это все она ведь тоже это жидкая субстанция то есть она тоже уходит дальше кишечник я все-таки придерживаясь того что забивать не нужно и в моей практике вот женщины которые у меня худеют они отмечают такой факт что когда они перестают запивать еду они у них перестает этот процесс брожения происходить и уменьшается метеоризм то есть газы уходят то есть это результат вот того что они не запивают пищу поэтому пробуйте пробуйте так пробуйте по-другому и чувствуйте как комфортно вашему организму самый главный показатель это всегда вот ваше состояние если вы просыпаетесь утром вы чувствуете себя классно вы отдохнули пока поспали у вас улыбка на лице вам хочется жить действовать что-то делать значит все делаете правильно если вы просыпаетесь вот так тянетесь за туркой результат какой значит что-то в вашей жизни неправильно значит вы питаетесь неправильно то что вся сила организма уходит на то чтобы перевалить вот то что вы туда набулькали ваше состояние физическое это показатель того насколько правильно вы себя кормите и занимаетесь функционер это жизнь вот но это кратко так о питании о физических упражнениях я буквально двух словах то что у нас есть девочки которые об этом больше скажет я хочу дать два упражнения которые вообще незаменимы в жизни каждой женщины и они очень простые вот все гениальное просто но и в то же время сложно потому что мозг думает ну как неужели вот такое простое может дать эффект и все так просто но никто не делает поэтому вот если делать это работает вообще потрясающе шея и таз это два основных места которые мы должны каждый день разминать вот утром и вечером вечером перед сном утром по пробуждению почему шея потому что когда у нас любой стресс мы зажимаемся да и переживаем сосуды которые снабжают кровью головной мозг нам нужно ясное сознание мы должны трезво соображать то всегда и мозг должен всегда быть активным и соответственно в него мы принимаем все сигналы от каждого органа от любой системы и он должен то ясно четко воспринимать понимать что он хочет вообще и что хочет организм что дальше делать поэтому первое упражнение которое нужно делать по утрам это вращение головой в одну сторону другую если от времени по одной но сделать это регулярно и очень много тоже теорий на эту тему говорят там нельзя наклонять нельзя вращать шею стираются там позвонки нужно только вот так делать вот так вперед и назад есть такая теория я склонна все-таки поверить в то что можно крутить головой потому что вот это вот технику привезли из индии йоги и я все-таки склонна доверять им больше потому что вот они тысячелетиями несут эти знания и они мне кажется ценнее чем какие-то там достижения ученых которые вот вот что-то там открыли пару лет назад и второе упражнение это таз то есть ну это источник нашей силы наша маточка то есть мы как бы продолжаем жизнь через нее она снабжает нас энергией ну это как бы отдельная тема энергетическая будем поднимать но тоже как бы это отдельное занятие там очень много информации вот и она должна снабжать яичники соответственно кровью должны обываться хорошо таз нас наш если не двигается если вот тут поясница все зажимается у нас все органы малого таза остаются без нормального кровоснабжения и это последствия потом очень многим болезней поэтому упражнение которое вы делаете на ширине плеч постоянно крутить и вы просто когда это сделать вы почувствуете что меняется сразу приток крови идет вот я сейчас пару упражнений сделал я уже чувствую как у меня пошла пошло кровообращение и то что вот мы же постоянно смотрите мы стоим напрягается спина да спина основа жизни это алена об этом еще расскажет детей носим на руках нагружается что поясница сжимается складывается вот эти вот позвонки которые будут это все постоянно нужно разминать ну и так как бы это уже мастер йоги и реабилитолог будет рассказывать вот еще по поводу питья я скажу сколько времени уже все что пить надо много чтобы организм постоянно мог вымывать из себя все то что шлаки токсины это надо вымывать чистая вода не компоты не соки не чая чистая вода это кажется что не хочется а есть хочется очень часто воспринимает желание кушать думает что он хочет есть а на самом деле пить наш кишечник посылает сигнал хочу водички а мозг его не понимает водички или поесть и он дает просто поесть и вот первое что нужно сделать выпить стакан воды если после этого не хочется уже кушать то значит нужно было воды поди а если все равно попили хочется есть тогда можно кушать но пить обязательно спасибо за внимание передаю слово спасибо вам если будут какие-то вопросы мы потом еще отдельно я реабилитолог по профессии тренер тренер по оздоровительной детской гимнастики по стрейчингу в нашем доме творчества и пора лфр карты лечебная физкультура и колонетика это также оздоравливающая гимнастика для взрослых что я хотела бы вам рассказать про наше здоровье спина это основа нашей жизни и про здоровье и позвоночник наших детей на про осанку смотрите рождается у нас ребенок в основном мы всегда идем показываем ребеночка либо хирургу либо нервопатологу он смотрит ножки стопы прописывает определенные массажи и в основном где-то годика до полтора до двух мы как-то вот ребенка наблюдаем очень стараемся порхаем и потом уже после двух лет отдаем его в садик как бы внимание конечно мы уделяем внимание ребенку но смотрите такие вот причины очень важно обращать наше тело вот наши стопы то есть вы на ребеночка должны очень много вот приводят где-то ко мне сейчас я объясню например на гимнастику с акробатическими элементами или на танцы и вот я хочу чтобы ребенок сел на шпагат я хочу я хочу то я хочу чтобы он стоял на голове я почему пошла потом учиться на ребенка долго я стала отслеживать что детки и просто нельзя это запрещено делать то есть у ребенка идет перекос плеча у ребенка перекос очень разная талия ножки стоят то есть никто не значит да как правильно должна стоять стопа ну как бы мамочка откуда она может и в первую очередь то есть вы должны научиться если вы не умеете либо показать врачу и должны наблюдать за своими за своими детьми но также как и за собой за своей осанкой конечно же у нас есть вот такая дочка между лопатками это еще жизнь у нас такая как бы определенная и очень часто на женщину очень много обязательства на себя возлагает семья работа и это эмоциональные причины до хочется все время вот так вот согнуться но вы должны для этого важно дыхание дышать как бы чувствовать себя уверенной помнить что вот есть у нас тут такая . мы автоматически расправили животик подобрали и пошли вперед города и вот что важно с детками то есть у меня очень много семей благополучных очень обеспеченных любящих своих детей они ходят на пение нарисование они занимаются с ними но к сожалению очень очень многих детей начинаются проблемы со здоровьем почему просто от обычного незнания то есть вы должны с маленького возраста наблюдать как стоит стопа у ребеночка то есть должна стоять у ребенка расслабленно он не должен сильно подниматься потом получается вот так вот детки часто делают ноги да или вальбус на стопа вот так идут колени это все должно отслеживаться как ребенок сидит то есть обязательно очень часто сейчас детки делают уроки сидят вот так вот то есть локти должны лежать на столе когда ребенок пишет он должен быть стульчик должен под его рост быть он должен быть правильно это 90 90 да да и очень часто вы просто наблюдаете за своими детками как не даже кушать я просто отслеживала много детей столовых я не знаю что это за тенденция знаете как сидят дети вот я прошла вот 30 человек здесь только но здесь и 25 человек знаете как сидели у меня был шок вот почему то вот так вот вот и они сидят я не могу понять почему как-то может как-то легче они снимают на грусту с позвоночника обязательно бедер получается четко я сидела вам казалось что так легче да вот потом у меня почувствовала месяц 8 9 как кость стала на место вот там вот это почувствование было очень больно одно время даже наступать сейчас я вот так вот и для меня это проблема я не могу так сесть насколько я любила что муж очень вот это обратно ты поменялась то что я не могу поджать ногу мне неудобно сейчас может быть это дисклазия которая не стала нормально я просто четко я помню что я сидела было идеально я всегда поджимала ногу в хобби себя помню с детства